Для жителей нового городка этот детский сад настоящий праздник, которого они ждали много лет. Уютные помещения, качественная отделка, новое оборудование, просторные музыкальные и спортивные залы. Совсем недавно это здание бывшего клуба по интересам было почти заброшенным. Сначала я заведовала старым в старых помещениях, в жилом доме, в приспособленных помещениях. На первом этаже это было 4 квартиры и мы там размещались в количестве 85 деток. И спали детки, к сожалению, на раскладушках. К реконструкции помещения приступили в марте прошлого года, а завершили в декабре. В ходе масштабных ремонтных работ был заново залит фундамент. Перекрыта крыша, проложены новые коммуникации. Очень хорошо выполнены все работы. Все абсолютно предусмотрено. Не только с Анпином и всеми остальными нормативными актами. Но я вам хочу сказать, конечно, время идет вперед и новые технологии и так далее. Можно много об этом говорить. Я лишь хочу сказать, что они сделаны с огромной теплотой для наших детей. Я очень рад за детей, за родителей, за жителей, которые здесь живут. Конечно, это новое качество, как говорят сейчас, новое качество жизни. И оно пришло под военный городок, который, казалось бы, далеко от Москвы, от Одинцова. Но всем нужно так. Новый городок – бывший военный поселок. Появление детского сада стало возможным, когда земля перешла в муниципальную собственность. Он помог ликвидировать очередь в дошкольные учреждения. На данный момент сад посещает 120 воспитанников, но он способен принять 150 детей. Мария Шматкова, Елена Кравченко, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.